Для каждого человека это завидный возраст, и каждый бы хотел прожить столько же. Но для самого человека это абсолютно ничего, он не чувствует своего возраста. Моя бабушка, когда мы ей праздновали 90-летний юбилей, говорила «Йодоридене как бачудо», а уже жизнь прошла. И как говорил поэт Нежин, «Ах, как быстро годы наши мчатся, как кружит нас дел круговорот, не успеет новый день начаться, вечер уж толчется у ворот». И вот так день-ночь, день-нот, трудах и заботах, а хлебеное чувство, человек пропускает и не замечает, как прошла его жизнь. Сочи сам прошла очень тяжелую, может быть, очень интересную жизнь. Знаете, о таких людях это человек, который понимает заботы других, принимает горести и обиды, и принимает их как свои собственные. Когда говоришь о такой женщине, возникает первое слово – это милосердие. И к такой женщине, конечно же, перепадают слова, как это, как все. Это сестра, это мать, это друг, но самое главное слово во всех этих выражениях – это, конечно же, мать. Мать, которая дала всем нам жизнь. Мать, которая кормила нас грудью. Мать, которая не досыпает, не доедает, водится с нами, когда мы болеем. Мать, которая никогда нас не предаст. И мать – это человек, который всегда на нашей стороне. Говорят, любому, кто живет на этом свете, любить, кто может думать и дышать на нашей грешной золотой планете, родней и ближе нет, чем слово – мать. У нее трое дочерей, и я бы хотел обратиться к ним. Знаете, я где-то прочитал, что наши бухарские женщины, они порыхают, как бабочки, сверкают, как звезды, и пашут, как лошади. Знаете, это выражение, может, немножечко грубое, но оно вызывает улыбку. Я специально это сказал для того, чтобы они улыбнулись. Да, остались позади счастливые годы вместе прожитых дней. И, конечно, не нужно плакать о том, что случилось. Лучше улыбнуться тому, что было. Были счастливые дни, были веселые, радостные дни. И у вас есть, что вспомнить. Лучше помните о ней. Опять же я скажу, что лучше похоронить родителей, чем родители будут хоронить своих детей. Я скажу опять же про свою бабушку, которая прожила 97 лет. Она родила 13 детей, ей 11 похоронила. Я никому не завидую, не желаю такого горя. Лучше вот так, похоронить своих родителей. Это все правильно. И все равно это уже ничего не вернешь. Говорят, никогда ничего не вернуть. Как на солнце не вытрябить пятен. Можно в те же вернуться места. Но время вернуть невозможно. Знаете, мы все здесь иммигранты. И у всех, наверное, была ностальгия. И те люди, которые поехали через какое-то время обратно, желая увидеть то, что они там оставили, они нашли и не нашли этого. Вроде бы и тот же, те же дома, все те же улицы. Но это было уже не то, потому что время ушло. Это уже совсем не то время. Что же еще сказать? Тетя Шуршан оставила себе очень хорошую гадость. И, знаете, есть люди, от которых свет исходит. И люди, поглощающие свет. Так вот, тетя Шуршан была именно тем человеком, от которых исходил свет. Всегда люди стремились к ним домой. Они были гостеприимные, радостные. Всегда с улыбкой принимали вас. И что же нам остается? Нам нужно чтить их память. Помнить о той любви, которую она имела к людям, пока она была жива. И вечная память тем, кто покинул этот мир, остался у нас в душе, как что-то светлое, что-то доброе, радостное. И отдавал тепло, бескорыстно отдавал тепло своей душе людям. Я желаю всем вам счастья.